МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По поводу улучшения жилищных условий для разных категорий граждан. Расскажите об этом подробнее. В настоящее время, 21 марта 2016 года, принято постановление правительства Севастополя, которым утверждена государственная программа города Севастополя «Жилище». Данная программа предусматривает в настоящий момент две подпрограммы. Первая – это молодая семья, по которой обеспечиваются у нас молодые семьи. Вторая программа – это обеспечение отдельных категорий граждан. То есть данные подпрограммы финансируются как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств бюджета города Севастополя. А можно о них подробнее немножко услышать? Ну, наверное, начнем с подпрограммы «Молодая семья». Здесь участниками подпрограммы могут быть семьи. Возраст супругов должен быть до 35 лет. То есть это обязательные условия, свыше уже не могут стать участниками. В течение периода с марта по настоящее время разработана необходимая нормативно-правовая база, которая уже позволяет молодым семьям подавать заявление об участии в программе. После подачи заявления такого составляется так называемый список претендентов на участие в программе. А что необходимо для того, чтобы подать заявление? Необходимо, чтобы человек, во-первых, нуждался в улучшении жилищных условий. То есть у него должна быть, у него членов семьи, обеспеченность менее 12 квадратных метров. Это как жилое помещение, которое находится в собственности семьи, так и на праве пользования пренджитом, то есть по договору социального найма так называемого. Далее, у семьи должны быть достаточные средства, свои, либо заемные, для приобретения жилого помещения. И те средства, которые мы предоставляем, то есть они могут быть потрачены как на приобретение жилого помещения с учетом своих средств, так и на погашение паевого взноса, если это член жилищного кооператива, либо на погашение кредита ипотечного, который был взят для приобретения жилого помещения. Какой пакет документов необходимо собрать? В основном это заявление, потом документ, подтверждающий наличие у членов необходимой суммы для приобретения жилого помещения и подтверждающий нуждаемость. То есть перечень документов приведен в самой программе, которая утверждена, то есть там утвержден порядок по предоставлению лаза семьи, а также в постановлении правительства Севастополя, которое опубликовано на сайте правительства, то есть по программе это порядок подтверждения дохода семьи и порядок признания семьи нуждающейся. В настоящее время мы сейчас ждем опубликования постановления правительства Севастополя, которое было принято на прошлой неделе по отбору банков, которые будут подтверждать доходы семьи, после чего мы готовы уже начинать работать. У нас время есть, есть средства по этой программе, в бюджете города предусмотрено на 2016 год 50 миллионов. То есть, я думаю, это возможность для молодых семей улучшиться от жилищных условий. То есть, программы жилища, в том числе нормативные права акта, которые разработаны в этой сфере, они в 2016 году начинают только отрабатываться. И я думаю, если мы возьмем хороший старт, то потом будет нам проще. Где можно получить полную информацию? Значит, полную информацию, консультацию, а также прием документов будет осуществляться специальным специалистом, который был для этого выделен в управление жилполитики на рабочие пятя еженедельно по вторникам и четвергам с двух до шести. То есть, предварительная запись будет вестись у нас там же в управлении. То есть, человек приходит, может записаться, если ему что-то непонятно. Если понятно, то значит, он собирает комплект документов необходимый и уже приходит с готовым комплектом. А можно ли найти эту информацию на сайте правительства? Обязательно. На сайте правительства все будет опубликовано и раскрыто. То есть, там же будут указаны контактные телефоны, по которым можно будет получить в случае необходимости консультацию. Вы также упомянули вторую программу. В чем она заключается? Вторая программа – это обеспечение жилым помещением отдельных категорий граждан. То есть, сюда у нас, я могу сразу сказать, что одна из категорий – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. То есть, на данную категорию было предусмотрено в бюджете города порядка 80 миллионов на этот год. В настоящее время все участники ВОВ, которые были приняты на учет, это 33 человека, они жилыми помещениями обеспечены. То есть, в том числе, у нас еще остаются средства. Если мы до конца года примем учет еще кого-то из данной категории, то мы имеем денежные средства для приобретения жилых помещений и обеспечения их в этом году еще. Какие еще группы действуют в этой программе? Значит, под программой предусмотрены еще инвалиды из семьи, имеющие детей инвалидов, участники боевых действий, то есть, это воины интернационалистов в основном. То есть, на данную категорию тоже предусмотрено под программой порядка 30 миллионов. Сейчас пока что обратилось с заявлением и получили после проверки свидетельство о выплате ЕДВ уже двое. Но это только начало, потому что недавно была утверждена программа, то есть, срок проверки занимает обычно около месяца. То есть, мы стараемся работать быстрее. Также под программой предусмотрено у нас обеспечение жильем многодетных семей. В данной ситуации мы сейчас ждем принятия как закона города Севастополя, который нам позволит расходить денежные средства, так и порядок уже проект постановления подготовлен. Мы, думаю, в ближайшее время, наверное, будет он принят, и мы сможем также расходить, потому что многодетные семьи, насколько я знаю, потому что был проведен круглый стол в ЗАГС собрании, то есть, они тоже очень ждут мироподдержки, она достаточно серьезная, то есть, и позволит многим решить свои вопросы. Помимо программы «Молодая семья», что еще подготовлено для молодежи города? В рамках реализации программы «Жилища» нами разработаны дополнительные подпрограммы, которые планировалось все ранее включать, то есть, это развитие ипотечного кредитования, то есть, именно, что будет направлено на то же, потому что молодежь, и развитие арендных отношений в жилищной сфере в городе Севастополя. То есть, если мы возьмем нормы жилищного кодекса, то в 2014 году введены набеллы, которые касаются так называемого жилья некоммерческого и коммерческого найма, что позволяет за небольшую сумму, то есть, предельную стоимость устанавливаться с субъектом, снимать жилье, то есть, не по тем расценкам, которые сейчас существуют в городе, мы их знаем, да, а значительно ниже. То есть, я думаю, в этом году, то есть, ипотечное кредитование мы в июле планируем вынести на заседание правительства в рамках жилища по арендному жилью, я думаю, однозначно в этом году, то есть, ну, по времени пока спланировать сложно. Ипотечное кредитование, какие условия оно в себя включает? Как механизмы, там предусмотрено сейчас в проекте подпрограммы, это погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту семью, являющейся участником подпрограммы, а также финансирование процентной ставки для погашения по кредиту на период, то есть, ну, по периоду, пока у нас вопросы идут, вот, в стадии обсуждения, я думаю, мы их решим и утвердим подпрограмму. — Расскажите об итогах работы за последние полгода, что уже сделано, что еще в план? — Ну, у нас под программу не вошли лица, пострадавшиеся от воздействия радиации, как на Чернобыльской авиации, так и на других местах катастроф. Данная программа носит федеральное финансирование, как бы целевое, но работает в субъектах. У нас все лица, которые стояли ранее на учете по этой категории, фактически уже отработаны, то есть, получили часть сертификата и, соответственно, сейчас ищут возможности их реализации, то есть, приобретения жилья. Часть пока еще вот людей у нас не проявилось, но мы как бы их ждем, поэтому по, ну, в принципе, пока в этом плане у нас все. То есть, мы сейчас ждем необходимых периодов термотивных правовых актов, которые нам позволят реализовать по многодетным в основном. — Скажите, функционирует ли в городе программа переселения граждан из домов, что находятся в аварийном состоянии? — Ну, в настоящее время у нас действует программа, я думаю, всем она уже, жителям, многим известно, это переселение из аварийного жилья на 2014-2016 годы. Данная программа, то есть, должна была быть реализована до конца 2015 года, но в связи с известными событиями, то есть, это было невозможно, потому что те застройщики, которые, допустим, уже заключили государственные контракты, обязаны были предоставить нам жилые помещения, они заморозили стройки из-за режима ЧАЭС. То есть, сейчас они заканчивают объекты уже и передают городу. В настоящее время у нас, если по программе всего 238 жилых помещений переселяется, сейчас уже 41 помещение переселено, 120 человек. Передаются городу в ближайшее время уже, то есть, в рамках исполнения контрактов, еще порядка 100 жилых помещений, то есть, и мы, соответственно, будем сразу людей переселять. И в закупке, потому что сейчас утвержден бюджет этого года, то есть, соответствующие меры мы уже приняли, будут размещены план графики, и торги проведены, что позволит нам, мы планируем до 1 сентября, во-первых, произвести закупку необходимого количества жилых помещений, а во-вторых, до конца года, как планировалось, в третьем квартале завершить эту программу. И, в принципе, мы планируем сейчас уже к августу месяцу готовить новую программу по другим домам, потому что мы знаем, что в городе Севастополь большое количество аварийного фонда, то есть, и надо с ним, конечно, работать. Каким образом вы будете включать дома в эту программу? Те дома, которые признаны аварийными в установленном законном порядке. То есть, у нас есть постановление правительства РФ 47-е и постановление правительства Севастополя 93-е, которые регламентируют этот порядок. Как только мы получаем распоряжение о том, что дом аварийный, соответственно, мы уже планируем на включение его в программу и предусматриваем те средства, которые необходимы для его переселения. Какие у вас еще есть наработки на 2017 год? Какие-то еще проекты, может, ждут своего начала? Значит, вот в рамках федеральной программы мы еще также планируем исполнение программы «Жилье для российской семьи». То есть, суть программы в том, что мы предоставляем застройщику желающему участвовать, то есть, земельный участок, или он со своим участком участвует в этой программе, и он строит жилье и продает город по установленной цене. Сейчас эта цена установлена 35 тысяч за квадратный метр жилья эконом-класса. То есть, эта программа должна будет способствовать улучшению жилищных условий граждан и жителей Севастополя и обеспечению их доступным и комфортным жильем. А планируется снижение этой стоимости 35 тысяч? Снижение стоимости возможно только, наверное, наличием строительства. То есть, сейчас в этом плане, я думаю, сложности есть. Мы все это знаем, то есть, и как бы пытаемся работать с этим. То есть, возможно, нас ожидает какой-то приятный сюрприз, да? Такой может быть, что эта стоимость упадет? Я думаю, та стоимость, которая утверждена, то есть 35 тысяч за квадратный метр, она и так достаточно низкая, и граждане, у которых есть денежные средства, они бы с удовольствием покупали жилье по этой стоимости. Сейчас средняя стоимость жилья без ремонта это порядка 60 тысяч в лучшем случае. То есть, это без ремонта, а еще и необходимо ремонт делать. То есть, многие семьи себе просто не могут этого позволить. И данная мера господдержки, то есть, она как бы все равно будет стимулировать жителей, то есть, и возможности их для приобретения жилья. Что необходимо для того, чтобы стать участником этой программы? Во-первых, опять же, нуждаемость, в первую очередь. То есть, человек должен не иметь своего жилья или иметь его, но менее учетная норма. А какова учетная норма? 12 квадратных метров на человека. Что касается категории граждан, которые могут участвовать, то они установлены постановлением правительства РФ, то есть, если не ошибаюсь, это 1099, в основном затрагивает малообеспеченные категории граждан. То есть, это работники бюджетной сферы, то есть, кто у нас не имеет достаточных средств для приобретения жилья. Это врачи, учителя и так далее. Спасибо вам большое, что пришли. Время нашей передачи уже подходит к концу. Напомним, у нас в студии был заместитель начальника управления жилищной политики департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Андрей Суковатов. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова